В имя Отца и Сына и Святаго Духа Еще вся наша церковь и весь наш храм дышит праздником Казанской иконы Божьей Матери Это один, наверное, самых чтивых образов у нас на Руси В 16 век воины, пожары И вот в Казани на пепелище девочка Матрона обрела икону Обрела ее в городе Казань и ее назвали Казанской Божьей Матерь Митрополит Гермаген описал эту икону, историю и отправил Ивана Грозного в Москву Но вот случилось страшное Одно из страшных историй, непростых в истории государства российского Поляки захватили Москву 1612 год Время было непростое, сложное Его назвали смутным временем Почему? Потому что бояре, кланы боярские рвали друг друга на части Чтобы захватить власть Страна погибает, вот чтобы быть у власти сытым Вот этой государственной карбушке А как случилось так, что поляки чутились и в Москве Никто не оказал никакого сопротивления Мало того, Боярская дума из Москвы приехала в Оренбург И попросила польского царя Сегизмунта Чтобы он своего сына Владислава на престол московский дал И вы знаете, они не думали, что они предают свое отечество Они считали, что это Запад Там лучшая культура, лучшее образование Лучшее войско, лучшее оружие Религия Православная, католическая Прогресс Только никому в голову не приходило Вот эти элиты Которые отвечены за судьбу России О том, что это погибель для России Ее смерть Ее умирание Но не все так думали, как думали бояре В чем числе в Москве был патриарх Ермоген Тот, который впервые убил икону Казанской Божьей Матери Вокруг разбойники горят города, села Все вокруг погибель, кровь, воровство Армия вообще полностью парализована И вот тогда Патриарх Ермоген Из-за стенку, которую держали поляки Его В чудо в монастыре Он писал воззвание, передавал О том, что Россия должна подняться А как подняться? Кто будет руководить этим движением? И тогда он сказал Возьмите икону Лиг Казанской Богоматери Она возглавит победу России И вот ежем в Новгороде Поднялось ополчение во главе с Мининым Пожарским Весь народ стал очень стихаться Под Амафор Казанской Богоматери И пошли на Москву И выбили поляков И вот тогда поляки начали травить Пожилого Судовородова Патриарха Ермогена Чтобы он остановил Вот это вот воинство народное Вот я России не предам Вы погибли, Россия Его замучили голодом Мором и истязанием пожилого человека Мученика святого Патриарха Ермогена Но победа была одержана И в 1612 году Под Лигом Казанской Богоматери Русь так поднялась После этого в таком могучии В такой стиле В такой красоте В таком прогрессе Что Запад считал за честь Дорогите, наш Петербург И все же Запад строил Почему? Считали за честь В такой дивной Стране, как Россия Империи Российской Что-то оставить от себя В ее славу России Вы знаете, вот Как на все это можно посмотреть С духовной точки зрения До поврочения ума Вот эта власть Вот эта сытость Страна Да и никому нужна эта страна Себя бы посадить Рядом с государственной кормушкой Любой ценой Обратили внимание А ничего не изменилось Прошло больше 400 лет Но так же Запад Как живает Разрезали по-живому Россию Белоруссию, Украину А в свое время Задолго до этого события Лаврентий Черниевский Святой, один из моих любимых святых Самых современных Он писал, что Россия Украина, Белоруссия Это Святая Русь И еще он добавил Когда предвидя Вот подобные события Когда вот эта безумная Определена Свою Христа Что он украинец То им отвечает Лаврентий Черниевский Своим землякам Что князь Свадимый крестил Не Украину А Святую Русь Вот откуда взялась Корни этой великой Могущественной Прекрасной И дивной красоте Целой империи Целой цивилизации Которой именуется Святая Русь Святая Россия В свое время Нас конечно пачкают Терзают Рвут Я всегда просто Неудобно с этой кафедры Церковной Говорить Это сколько надо было Иметь на Западе Дерьма Чтобы на всю мир Испачивать Россию Но я хочу сказать Свое мнение Это навоз Который даст возможность Еще быть сильнее Красивее Могущественной Но главное Духовные корни То что задумал Князь Владимир Не кто-то откуда пришел А Русь святая родилась На берегах Непровского Иордана Я уже говорил Почему порой так тяжело живем Почему такая великая держава Могучая Которая никогда не заходит в солнце Которая тысячу лет И более Почему судьба ее такая Непростая Голговская Трудная Крестная Почему все так живем Я думаю так Вот когда Человека крестит От ребенка Отвечает крестный Или взрослый человек То в начале крещения Священник обращается К крещаемым Говорит Поверитесь к стене Лицом И сдуйте И сплюньте И скажите Отрекаюсь от тебя Сатана А теперь Поверитесь лицом К иконе И скажите Верую Господи Верую во Христа И в его церковь В Святую Троицу Так вот Когда Русь Хрестилась На берегах Днепровского Иордана Она трижды Отрекрашена Сатаны И Сатана Не может ей Этого позволить Ну что ж Да Судьба России Голгофа Но только На Голгофе Только на кресте В этой смертельной огонь И в муках Победа Пасхи Победа Христа И христианства Конечно Можно И без православия Жить Но вот этот вопрос Очень здорово Отвечает священник Русский богослов Который Вот нашел Последнее пристанище В эмиграции На русском кладбище В Париже Он сказал В своей книге В большом капитальном труде Пути русского богословия Что без православия Россия будет Но иной И сегодня Сейчас Есть такие Коему судьба России Безразлична Кто-то за ней умирает Кто-то ее предает Кто-то старается Пробраться К этой государственной тормушки Ничего не жалея И не ценя Я могу Сказать Сказать Одно Каждый имеет На это Своё право Всегда Руси Разделяли Государство И Родину А Родина Руси Говорили Это мать А кто предает Мать Мне кажется В русском Большом лексиконе Слов таких Нет Я думаю Даже нет Им Им Хоронить На кладбище Это мать Это мать Все сейчас Пытаются Что-то у него Урвать Но не приходило На сердце Человеку А что ты Сделал для России Чем-то Пожертвовал Сделал ее Краще Лучше Богаче Я вот Ночью Сижу Все ночью Думаю Вот Были два брата Третьяковы Еле Пили В туалет Бы дергали Они Скупали Лучшие Шедевры Живописи Даже сейчас Можно представить Уже Авторов Этих Хозяев Нет Не Хозяев Коллекционеров Вообще Сыны России Это Можно Представить Москву Без Третьяковской Галереи Разве Можно Представить Петербург Санкт-Петербург Город Святого Петра Без Эрмитажа Посмотрите Кладовая Мира Какая Огромная Территория Как она Богатая Красиво Дышит И вот Сегодня В нашем Храме Совершили Литургию Как на Притяжении Вот Всего Часовых Поясов Каждый Час Открывались Царские Врата И совершался В храме Божественной Литургии Я думаю Господи Что и в нашем Храме Мы совершили Божественную Литургию Православную А значит Вновь В этом мире В России В этом мире Родился Вновь Рожденный Прежде всех Век Христос Блажен Этот человек Который Этот мир Не соблазнил С чего Началось Подвиги Христа Соблазнов И дьявол Нельзя Нельзя Чтобы Она Умирала И погибала Как Сейчас В агонии Бьется Святая Русь Ну что ж Есть Которые Предают Иуда Иуда Тоже Предал Христа Но Церковь Стоит И стоит Россия В свое Время Лев Гумилев Похоронен В нашем Кладбище Удучи Уже Причувствовал Смерть Очень был Духоносным Глубоким Человеком Он сказал Очень потрясающие Слова Что в тот Мир В тот День Когда в Этем Мире Прекратится Совершаться Русская Православная Божественная Литургия Зло Разорвет Этот Мир Литургия Совершается Россия Стоит Стоит Этот Мир Вот Смотрю По телевизору Какие Добровольцы Ходят Какие Воины Стоят За Россию Боже Какие Красивые Это Потрясающе Нет На западе Таких Лиц Все Исковерканные И люди Поддаются Этому А у нас В России Не поддаются Я Когда Начал Жить В Петербурге В 80 Году Я мечтал Чтобы квартира Была только В Петербурге Чтоб Каждый Вечер Пройти По Невскому Туда И Назад Скажу Много лет Я уже не был На Невске Много лет А что смотреть Импортная Заграничная Реклама Вывески Песни Поют Вы много Слышали Что вы песни Пели на русском Языке Скажу Простой Пример Картина Леонардо Да Винчи Она Неоценима Много миллионов Стоит Долларов Это Действительно Шедевр Так ее можно Сфотографировать И в золотую Рамку Повесить Но Эта Фотография Будет стоить Три копейки Шедевр Ассо Шедевром И когда На ломаном Английском Языке Поют Эти артисты С русскими Сиими носами Они Смеются Над нами Это же Просто Трехгрошовая Опера Потому что Родину Предали А предатели Везде Презирают Везде Они уходят В никуда Но Россия Стоит Стоит Президент Стоит Патриарх Как бы их Ни клевали Ни патикали Бог их держит Лик Казанской Богоматери Там Где когда-то Вот На Красной Площади Стоит Казанский Храм Его вновь Остановили Возьмите Даже Казанский Собор Когда Начинал Там Служить Там Был Первый Приход Первый Собор Это Казанский Собор В Аказу Сметро Написано Музей Религии И Атеизма Вот Что Кому Сейчас В голову Пришли Эти слова Что Они напоминают Какие Мысли Наводят Я Думаю Божья Матерь Лика Казанская Даже Всю Борьбу Безбожную Атеизма Все То Что Рушили До Основания Потом Родны Ничего Не Было И Сейчас Баш Как Хаос Все Взяла На Себя Лик Богоматери Лучшие Иконы Лучшие Картины Шедевры Складировали В Казанский Собор И Этот Крест Безбожия Эту Страшную Трагедию 17 Года Взяла Опять Таки На Себя Божья Матери Лика Казанская Там На 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 Казанской При Котором 1812 Году Молился Фельдмаршал Кутузов Снял Все Свои Награды Встал На Кариде Взял Лик Казанской Богоматери Начал Приди Молиться Народ Кричал Победи Французов И Победа Была Одержана Говорят Что Во Время Блокады Защищать То Было Некому Вокруг Трупы Падали От Голода Без Воды Это Город Святой Город Мучеников Трижды На Самолете Влетел Лик Казанской Богоматери И Город Устоял Как-то В Казанском Соборе Пришла Одна Американская Делегация К Батюшку Скажите Зачем Надо Было Умирать В блокаду Чтобы Быдлом Не быть А Что Быть Человеком Начал Иметь Свою Родину Свою Корню Свою Историю Свою Веру Свою Язык Вот за что Умирали За Россию За ее Веру За ее Историю Вот за что Но они Бессмертны И красота Такая Устояла И стоит Теперь Пришла Наша Очередь Наш Черед Увы И нас Эта Смута Коснулась Но я Хочу Сказать Есть Христос Бог Есть Боже Славная Боже Святерия Есть Святые Подвижники Из Божьей Матери Есть Русские Святые Новомученики Есть Блокадники По их Валитов Они Вдохновляют Дух Тот Дух Которого Нигде Нет В мире И мы Выстоим Может Непростой Дорогой И тресной Сыной Нарусь Стояла Стоит И будет Стоять Заканчив Слово Я только Хочу Сказать Словами Виктор Стихи Русским Святым Русь Святая Храни Веру Православную В ней Твое Утверждение Аминь Я Братья Сестры Всю Свою Жизнь Как-то Мама Еще Была Молодой Женщиной А Тетка Наша Говорит Машенька Надо Иметь Икону В доме А Мой Так Где Взять Икону А Вот Икона Какой-то Костер Доски Маш Нет Вот Это Икона Вытянула Возьми Это Икона Маш Ну Взяли Взяли Повесили Потом Я Пришел В этот Мир Не знаю Мама Ходила В храм И я Вместе С мамой С Танечкой С больной И все Свою молодость На коленях Ночами У меня Дядя Яшин Учил Молиться Образом Ночью Когда все силы И люди Спят Ты Молись И все Молился Наверное Поэтому Бог дал Мне первый Собор Это Казанский Риг Богоматери И когда В 13 В году Мама Отошла Я Причуствовал Что Будет Плохое И У меня Мечта Была Одна Танечка Вывести Или Казанской Богоматери Да И тетка Когда Через много Лет К нам Приехала Увидела Икона И упала Как за Причала Мама Что случилось Маша У вас же Икона Обновилась Посмотри Как она Проман Живая И когда Я Танечку Взял И И Взял Икону А как Его Провести Чуть Не В штаны Залезали Украинцы Я Божья Матерь Пусть Она Останется Не знаю Кому И где Только Пусть Она Будет Россия Это Наша Икона Вся Наша Жизнь Прошла Этим Ликом Я Положил На стол Покрыл Газеты Тут Помидор Разрезал Там Мыло Положил Тут Полотенце Все Такое Они Роют 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 Везде Меня Залазит Она Лежит Божья Матерь Я Тебе Принес Помоги Мне Сохранить Я Дальше Ничего Не могу Сделать Я Простой Человек И Вот Эту Икону Я Принес В Петербург Хочу Чтобы Она Была В нашем Городе В нашей России Лик Казанской Богоматери Которая Была Просто Черной Доской А Вот Такой У нее Удивительный Живой Лик Вся Моя Жизнь Прошла Пред Этим Ликом Богоматери Я Еще Раз В этот Праздник Казанской Дмитрия Соломского Я Все Желаю Чтобы Стояла Россия Стоял Этот Мир В мире Чтобы Стоял Наш Красивый Город Петербург Храмы Наши Люди Хочется Прожить Знаете Просто Я бы сказал По-человечески По-христиански Но пусть Молодое покорение Будет Лучше жить Чем Мы прошли Спасибо Простите Меня